Жители Сыктывдинского района жалуются на холод в квартирах и отсутствие горячей воды. Отопительный сезон, как выяснилось, стартовал в муниципалитете с большими проблемами. И, кстати, прогнозировали, ведь тепловые сети изношены настолько, что новые утечки происходят практически ежедневно. И это сейчас, когда только установились минусовые температуры. Самый проблемный населенный пункт в Ильгард. Там и побывала Виктория Палкина. В прошлом году осенью рыли, рыли, чего-то рыли. В этом году пять. А вон по радио сказали, что это в Сыктывдинском районе вся коммуникация гнилая. Яма во дворе пенсионерки Раисы Пыхтелевой появилась еще на прошлой неделе. Здесь коммунальщики уже заменили 50 метров теплотрассы. И тут же обнаружили новый прорыв. Пострадали сети горячего водоснабжения. Теперь жители аварийной пятиэтажки спасаются только водонагревателями. Всем же горячая вода нужна. В ванне холодно. Если помыться, скажем, что это нагреватель-то? Ну, на 80 литров. Это что? У нас, например, пять человек живем. Это же, знаете, какая сумма наскочит на свет-то. Сами коммунальщики такие маленькие трагедии мягко называют инцидентами, а не авариями. Сельчане, если остаются без тепла, то не больше шести часов. А отсутствие горячей воды в кранах – лишь временное неудобство. А вот серьезных прорывов пока не было, говорят в ресурсоснабжающей организации. Да и капитальный ремонт этим летом провели серьезный. Заменили больше тысячи метров теплотрассы. В этом году весь план капитального ремонта, который зависел от нас, мы выполнили примерно на 95-98%. Все, что было запланировано, практически сделали. Остались мелкие недочеты, которые можно устранять сейчас, то есть которые не мешают отопительному сезону. Теплее от радужных отчетов в эльгардских квартирах почему-то не становится. В местной администрации заявили, что к старту отопительного сезона были готовы. Проблемы же с эльгартом не новые. Исключение те, у кого печное отопление и колодцы. Уже неоднократно и выходили на республику в отделении помощи нам по восстановлению, по капремонту, плановому ремонту. Потому что сетей много. Сети, грубо говоря, с 72-го, 73-го, 75-х годов. Уже почти 30 лет сетям и замены давно не было, полной замены сетей. Бюджет глобальной замены в эльгардских коммуникациях никто не называет. Пока же здесь надеются, что зима в этом году будет не очень суровая. Сегодня коммунальщикам остается лишь одно – решать все вопросы с ветхими сетями в оперативном порядке. Не знаю, будет ли в этом году вообще вода горячая. Будет ли?